МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, сегодня в программе. Ароматный, пышный и простой в приготовлении домашний хлеб. Вот это масло и мафиши, сейчас они нажарятся. Рукоделие, которое сегодня мало кому подвластно. Гули-раве-су-ве-е-э-денге-ди-кам-банг-гал-даде. Гули-раве-ваме-ке-е-иро-су-ве-ваме-ке. Красивый национальный обычай. И, конечно, зажигательные танцы. История переселения курдов в Казахстан, так же, как и многих других этносов, связана со сталинскими репрессиями. Глава семейства, куда нас пригласили в гости, Бахар Гдениева, знает о тяготых ссылке на примере своих бабушки, деда и отца, который на момент переселения был еще маленьким мальчиком. Везли их в товарном поезде. Было холодно, морозно было. И привезли их на Первую Алмату. Вот на каждой станции, говорит, останавливались. Только успевали трупов, вытаскивали трупы оттуда. Кто выжил, и вот на Первую Алмату, когда они приехали, и там их порасселяли в то время по всем поселкам. И наши вот предки попали в поселок казахстанский. С большой теплотой вспоминает Бахар и ее родственники казахскую семью, которой многим обязаны. Спасибо им большое. Они не дали им с голоду не умереть, ничего. Они поселили их в свой дом. Это была бабушка Бахыля, апа. Дедушку звали Азнабах, ага. Он был директор колхоза. Они свой дом отдали моей бабушке, дедушке, так как у них было очень много детей. А сами они жили во времянке. И вот благодаря им и казахскому народу, наши родители, бабушка, дедушка со своими детьми, они выжили. Приютивших курдскую семью Багилу и Азнабаха, семья Годенеевых-Гасановых не просто помнит и почитает. В свое время именно с их подачи, в знак уважения к приемным родителям, и Бахар, которую нередко называют Бахыт, и ее молочная сестра получили казахские имена. Бахыт называют, это Бахила Апанас назвала. Сестра Жебек у меня, вот она их назвала, так как мы были, как и он, и мои первые дети, и она нас назвала казахские имена, мы очень гордимся. Бахыт и Жебек в этой семье старшие женщины. Бахыт Бахар, оставшись много лет назад 25-летней вдовой с двумя детьми, личную жизнь устраивать не стала, посвятила себя семье и не жалеет. Сейчас она успешный предприниматель и живет на три дома. Я стараюсь, например, месяц два у старшего сына, месяц два у младшего сына. То у одной снохи, то у второй снохи живу, вот так у нас. Они, наоборот, звонят, меня ищут, мам, вы где сегодня? Я говорю, куда хочу, туда пойду. В гостеприимном доме Зейна в старшие снохи нас в этот раз и принимали. В огромной кухне, способной вместить и большую семью, и гостей, нас привечали представители шумного семейства. С накрытым столом, яствами, радушно, шумно и весело. А Жебек, та самая молочная сестра хозяйки, учила меня печь вкусный курдский хлеб, который несложно воплотить в домашних условиях. Несмотря на то, что курдов в нашей стране проживает достаточно много, с курдской кухней, откровенно говоря, знакомому не очень хорошо. И это, прямо скажем, обидно. Жебек-то те, как называют ее в Казахстане, ровесница знакомой нам уже Бахыт Бахар. Росли они как сестры, хотя формально Жебек приходится Бахаре теткой. Ну а историю о том, почему девочки получили казахские имена, вы уже знаете. Судьба курдского народа такова, что расселяться им пришлось в очень многих странах. Самая большая курдская диаспора представлена в Турции и Сирии. Немало курдов живет в Ираке и Иране. Ну а в Казахстане это 13-й по численности этнос. О происхождении курдов ученые спорят до сих пор. Но если говорить о сходстве с другими народами, то тут самым близким этносом нашим героям можно считать иранцев и армян. Язык курдский относится к индоевропейской или иранской группе. И подмечено, что в какой бы стране курды ни жили, другие языки они осваивают довольно легко. В семье, что принимала нас, например, почти все уверенно говорят в казахске. Итак, мы с Жебек задумали приготовить традиционный курдский хлеб. Это лепешки просто на сковороде, без масла, без ничего. А по-курдски как называется? Это нано-селе. Нано-селе? Нано-селе. То есть нано – это хлеб? Нано-селе – это как будто как оно на огне, на сковороде, без ничего. То есть на сухой сковороде? Состав теста для нано-селе прост. Вода, мука, дрожжи и немного соли. Умение вымесить его, точно угадать консистенцию – дело опыта. Этому в пять минут не научиться. Но согласитесь, такой рецепт известен, пожалуй, в любой кухне мира. Можно я тоже буду помогать? Давай. Давай. На, тоже муку вот так. Вот так вот раскрываем руками. Потоньше чуть-чуть. Тем временем на огне разогревается большая сковорода. В идеале – чугунная. Ни масла, ни воды не требуется. Только на медленном огне будем готовить. Это повседневный такой хлеб или на праздники готовится? Нет, повседневный. Мы каждый день, ну не каждый день, неделю, два-три раза пекем. Пока лепешки нано-селе выпекаются, как есть в разогретой сковороде, жебек разделывает другое тесто. Для настоящей хозяйки готовить одновременно несколько блюд в порядке вещей. Тем более, что в традиционных курдских семьях девочек с малых лет обучают всем премудростям ведения домашнего хозяйства, кулинарии и рукоделия. А вот вопрос образования для женщины здесь отнюдь не на первом месте. Тем временем каких-то 10 минут и нано-селе можно подавать на стол с пылу с жару. А это сейчас будем резать ножом и будем делать мафиши. Мафиши делаются почти из того же легкого дрожжевого теста, но с маслом. И в масле же обжариваются. Чтобы оно было мягкое, чтобы они были пышные. Когда мягкое тесто, они получаются пышные. А когда жестче тесто, они жестковатые получаются. Мафиши очень похожи на казахские баурсаки. Но тесто тут совершенно не содержит сдобы. Состав все тот же – мука и дрожжи. Разница в наличии масла, разделки и обжарки теста. Вот так жарим, потом их на поднос вытаскиваем. Чуть-чуть остывают. Кто в горячем виде любит, кушают с брынзом, с творогом можно, зеленью. Кто как хочет. Видов хлеба в курдской кухне множество. Из простого теста издобного, с начинками и без, на дрожжах и без них. И практически все это готовится на повседневной основе. Готовый хлеб почти не покупается. Можно и этот добавлять. Вот как хачины делаем, туда крапиву добавляем. Крапиву, то есть ее предварительно ошпаривают? Мелко-мелко-мелко крошим, как лук зеленый. Как обычную зелень режем же. А потом еще берем творог, туда зеленый лук, кинзу нарезаем, зеленый лук туда, побольше зелени. И это тоже вот так начиняем. Тоже простое тесто кислое. И делаем вот такой хлеб, вот без масла. Тоже на пустой сковороде, на огне, на медленном огне пекется. Там с начинкой внутри. Хочешь с мясом, хочешь с творогом, хочешь с картошкой. Чем хочешь. Сказать, что курды гостеприимны, это не сказать ничего. Встречали нас тут как дорогих гостей. Но справедливости ради, к какому бы народу мы с вами в гости не пришли, с каким бы этносом не познакомились, разве где-то встречали нас иначе? Щедрый край, щедр ко всем. Вот и на курдском столе встретились блюда кавказские, турецкие, русские, татарские. Даже без бешбармака делом не обошлось. По словам хозяев, курды легко и с радостью ассимилируются и перенимают от братских народов добрые традиции и рецепты, конечно, тоже. Но и свои берегут. Мы сохраняем свои обычаи, потому что наши предки нам это говорили. Это уже в наших генах. Мы это знаем. Мы говорим своим детям. Наши дети знают. Внуки знают эти обычаи. Как водится, самые яркие обряды, связанные любого народа со свадьбой. Издревле у курдов был распространен обычай обручать детей еще младенцами. Бешик кертме. Сейчас он сохранился только в глубинке, да и то не везде. Тем не менее, в выборе спутника жизни решающее слово за родителями молодых, а вовсе не за женихом и невестой, которые могут быть и незнакомы до свадьбы. По старинному обычаю невесту привозят. В доме она в одной комнате сидит, а потом после 12-ти жених приходит с ней и знакомится. Родители согласовались, сказали, значит, все. Сейчас, конечно, нравы стали более либеральными. Молодые знакомятся, узнают друг друга. И, как правило, к моменту, когда в дом являются сваты, исход дела уже предопределен. Да и замуж девочек отдают уже не в столь юном возрасте, как раньше. Да, в 15 лет бывает, в 14 лет. Я, например, вот взяла двух сноха, старше ей было 15, и младше ей было 15. Но я бы не хотела, чтобы, знаете, чтобы моих внучек в такое время пришли сватать. Они дети. Понимаете, жалко их. Вот сейчас бы я внучек не отдала бы. Пусть будет 18-20, тогда, пожалуйста. Свадьба курдская может продолжаться несколько суток. Каждый день, если не каждый шаг, сопровождается условностями и подчинен правилам. И, как говорят, в деле совершения брака шагу не ступишь, что заплатив. Но вот, наконец, молодую привозят в дом жениха, где она станет полноправной хозяйкой. Встречают ее две янги – подружка. Одна со стороны ее семьи, другая со стороны жениха. Они же ведут юную жену под руки к крыльцу, где счастливая свекровь танцует с подушкой в руках. Эта подушка тоже символ. Она изготавливается специально к этому дню. Примечательно, что лицо новобрачное закрыто покрывалом, хотя обычно курдские женщины лиц не прячут и чедры никогда не носили. Ключевой момент – перевернутая тарелка, что ждет девушку у ступени апрельца. Эту тарелку молодая жена должна разбить ногой в знак того, что она изгоняет все возможное зло и устанавливает здесь свои права. А после притолуку двери, в которую она входит, смазывают медом, чтобы жизнь ее в новом доме была сладкой и долгой. ПЕСНЯ 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 И на примере невесты, чье платье испачканным медом после недавно проведенного обряда, призванного обеспечить ей долгую и сладкую жизнь, можно рассмотреть характерный курдский костюм. В основе костюма – платье, кафтан по-курдски. У невесты только платье. Это юбки, кофты уже после свадьбы там могут разнообразить. Платьюшки, юбочки, кофты. Но на свадьбе только платьюшка делали. Обязательно опоясывали пояском. Девчонки носили кожаные пояса. Немножечко украшений было в основном. Потом уже в процессе они одевали. Допустим, на свадьбу можно было одеть. Были серебряные, модные были на тот момент. Вообще всегда у нас серебро идет украшенное всякими камнями, изумрудами. Ну, по мере возможности украшали свои ремешки. А некоторые могли себе позволить золотые поясочки. Пояс в женском курдском костюме – элемент ключевой и очень значимый. Пояс у нас одевали девушки, знаете, когда день свадьбы. С дома невесты, когда забирали невесту, с дома родителей. Брат, обычай такой у нас, брат завязывает ей этот пояс. И вот с этим поясом она уходит в дом жениха. И уже потом, в последствии, постоянно она его носит. Вместе с поясом принимает девушка от брата или отца благословение на дальнейшую жизнь и силу перед жизненными бурями. Этот пояс словно оберег, хранит она всю жизнь, а в идеале постоянно носит. Вот сразу такая мысль закрадывается. Если всю жизнь курдская женщина носит пояс, значит, она должна сохранять талию. Да, талию, осанку. Она должна быть очень стройной всегда, потому что всегда она в движении же. Вообразите себе уклад жизни курдских горцев. Тут и воды наносить, тут и дров наколоть, тут и молока надоить. Готовить на большую семью, поддерживать дом в чистоте и порядке. Хотя у городских жителей в современном мире жизнь устроена комфортнее, все же забот хватает. Ну а с делами управились, можно и повеселиться. И раз уж у нас с вами разговоры все о свадьбе, то и танцам быть непременно. Традиционный круговой танец, что танцует и старый млад, называется гавант. Приставные шаги сменяются согласно схеме, а схем базовых существует несколько. И уж как минимум самую простую из них вы освоите с легкостью. Стоит музыке зазвучать, как все вокруг спешат присоединиться к танцующим. Хотите поучаствовать? Входите в цепочку и, сцепившись мизинцами, ловите общий ритм. Характерно, что прекратить играть музыканты не могут. Таковы правила. Остановить танец могут только сами танцующие. А коль скоро одни танцоры приходят на смену другим, надеяться на то, что они вскоре устанут, не приходится. Как быть музыкантом? Они также сменяют друг друга на посту. И таким образом веселье может продолжаться не то, что часами, сутками. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На примере же танцоров можно рассмотреть и прочие элементы курдского костюма. Девушки, как отмечалось ранее, одеты в платье с поясом. Хотя штанишки-султанки тоже типичны для одеяния этого народа. Лица открыты, а платок принято повязывать особенным манером, с высоким узлом. Пожилые женщины поверх такого платка накидывают еще один, и его концы уже будут направлены вниз. Что ж, до костюма мужского, то он тоже довольно прост и удобен. Стархани – это нечто среднее между рубашкой и пиджаком. Стархани заправляется в сервал, штаны, а те, в свою очередь, подпоясываются длинным поясом штэни. Пояс этот может быть очень длинным, 3-4 метра, и оборачивается вокруг корпуса по часовой стрелке. Что ж, от танцев предлагаю вернуться к делам домашним и традиционному укладу жизни курдов. Немало шансов мы с вами сегодня имели убедиться в хозяйственности и домовитости курдских женщин, чего они только не умеют. Вот это, например, работы младшей внучки Бахар Татья Амалии. В свободное от школы время она плетет из бисера такие красивые штуки. Но есть, конечно, и более традиционные виды декоративного искусства, и тут нам с вами потребуется кое-кто постарше. Жебек, который учил и нас с вами хлеб выпекать в домашних условиях, по старинке вяжет теплые узорчатые носки для всей семьи. Но мало того, она сама придет для них нитки. Это называется тэши. То есть веретено? Да. Вы до сих пор вязальные нитки делаете своими руками? Да, своими руками. Вот так вот. Вот для этих носков? Вот такие носки вяжем. Мы сперва через этот тэши мы вот так вот готовим нитки, а потом с этими нитками начинаем вязать вот такие носки. Конструкция тэши показалась мне необычной в первую очередь тем, что тут нет знакомой многим народам прялки – ни колеса, ни педали. Веретено получает импульс, когда мастерица закручивает его об колено. А дальше ее задача – пальцами ловко и быстро формировать нить, которая на это веретено наматывается. Нетрудно догадаться, что и шерсть в случае с деревенскими жителями применяется своя, со своих же овец. Раньше в старину у курдов, ну, не было раньше электрических этих чесалок, чтобы чесали это все, вручную чесали. И вот до сих пор она у нас есть. Брали шерсть, брали, стирали, стригли баранов. У нас раньше были свои бараны. Стригли шерсть, стирали ее. А потом вот так вот через расческу, эту вот эту расческу, вот так вот расчесывали грязную шерсть. Посредством такой вот зубчатой чесалки шерсть освобождается от загрязнений, мусора и колтунов. А ведь было время, когда и чесалки-то такой не было. Раньше мы сидели этой расчески, когда не было, вот так ручную все делали. Открывали вот так ручную, по чуть-чуть, по чуть-чуть. В общем, как вы понимаете, скучать долгими зимними вечерами курдским хозяюшкам было некогда. С шерсти этой вяжут одежду, а раньше ее и матрасы набивали, и подушки делали. И работа как всегда с песней, наверное, да? Ну да, когда работаем, придем в нитки и поем. Вот так вот с песнями, с веселыми шутками, с интересными рассказами и вершатся рецепты дружбы или же сайт по френшипу. Увидимся в следующей программе. Меня зовут Алектина Мадьярова. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова